Второй тур парламентских выборов Грузии назначен на 21 ноября. Голосование по выборам мажоритарных депутатов пройдет в 17 округах, в которых в первом туре ни один кандидат не преодолел 50-процентный барьер. Второй тур выборов обойдется стране 8 миллионов лари. Участие оппозиции в нем будет формальным. Все оппозиционные партии заявили, что не намерены участвовать в процессе и отказались входить в парламент. Правящая партия, в свою очередь, говорит о важности второго тура, ссылаясь на политическую ответственность партии. Единое национальное движение, которому в основном оппонирует грузинская мечта, сегодня сделало очередное заявление, подтвердив свое решение бойкотировать второй тур. Эти выборы будут очень важными, чтобы как можно быстро процессы в стране вернулись в правовые рамки, уверен, что каждое политическое объединение, каждый депутат подумает над ответственностью и поступит соответствующим образом, как подобает грузинскому избирателю и гражданину и оправдает ожидания избирателей, которые отдали ему свой голос. «Я хочу призвать всех, в том числе моих избирателей в Исании, а также избирателей всего нашего блока и партии, не идите на выборы, которые Бедзина Иванишвили отнял у людей, лишив их главного верховного конституционного права голосовать. Призываю избирателей объявить бойкот. Мы не принимаем участия во втором туре». Хотя правящая партия готовится ко второму туру, результаты первого все еще остаются на повестке дня. Справедливые и прозрачные выборы были одной из тем, которую обсудили члены правительства Грузии на встрече с госсекретарем США. Госсекретарь США Помпео и премьер-министр Грузии Гахария обсудили важную роль свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов и независимой судебной системы в демократическом государстве. Генеральный секретарь призвал Грузию продолжать принимать активные меры по борьбе с пандемией COVID-19 и укреплять кибербезопасность. Помпео также подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии во время российской оккупации. Премьер-министр, в свою очередь, рассказал о встрече с Майком Помпео, однако в списке тем, которые были обсуждены, он никак не упомянул выборы. Основные темы, которые были обсуждены, это в первую очередь углубление стратегического партнерства между нашими странами, вопросы региональной безопасности, важность сотрудничества между США и Грузией в разрезе региональных процессов и, разумеется, роль Грузии в региональных процессах. Также была подчеркнута важность стабильного развития для Грузии, усиление демократического процесса институтов. То, что на встрече в правительственной администрации говорилось о выборах, подтверждает пост Майка Помпео в Твиттер. Суд по результатам первого тура завершен. Часть жалоб были признаны неприемлемыми. По оценке неправительственного сектора, решение суда не аргументировано. Тем временем, вчера было опубликовано заявление Госдепартамента США с критической оценкой первого тура. Пока оппозиция советует гражданам не ходить на избирательные участки, ЦИК активно призывает население принять участие во втором туре голосования. В избирательном бюллетене будут указаны два кандидата – от «Грузинской мечты» и от оппозиции.